Здравствуйте, друзья! На связи Сергей Домоградский. В этом видео я расскажу о том, каким должен быть настоящий качественный клееный брус, из которого можно строить действительно надежные и долговечные дома. Кроме того, мы изучим вопрос, как в домашних условиях определить качество клееного бруса, то есть без каких-либо лабораторий, просто дома. Я покажу, как мы производим наши домокомплекты. Для этого давайте перенесемся на одно из производств. Это настоящее сердце завода по производству домокомплектов. Это станок Hyundai K2. Вот это все, это станок Hyundai. И вот он до конца идет, вот до сюда. Сначала древесина склеивается, сушится, настаивается, а потом она подается сюда в Hyundai. Потом специальные щупальцы ее берут, направляют в камеру, там ее распиливают по спецификации. А на выходе мы получаем полностью готовый продукт. Все, что делается вручную, это все некачественно, это не может быть качественно. Постоянно будут ошибки, постоянно будут запилы не в тех местах. Hyundai ошибаться просто не может. И он запиливает практически с мебельным качеством, то есть нигде в стыке, в запилы даже лезвие ножа не заходит. Настолько хорошее качество. Единственный минус Hyundai заключается в том, что он стоит 30 миллионов рублей. 620 тысяч евро сейчас стоит вот этот Hyundai K2. Именно поэтому мало производств в России, которые изготавливают домокомплекты, имеют Hyundai. Даже там топовые компании, даже они не имеют Hyundai, к сожалению. Большинство компаний просто экономят на оборудовании. Вот и все. В Европе уже около 20 лет назад отошли от ручной зарезки материалов. Как-то так. Запомните главную истину. Все, что изготавливается вручную, не может иметь точный размер. Конечно же, из этого можно построить дом, но качество будет крайне низкое. Именно такие дома складываются при малейшем ураганном ветре. Стены просто вышибло, они как карточный домик. Начали складываться вот у этого дома, а этот сложился полностью. Отсюда даже вынимали людей. Пол одиннадцатого, вижу, ребенок спал. Приготовились ко сну, ребенка положили. Хрустеть начал дом. Да, он, знаете, как вот, да, чуть-чуть подкачивался и хрустел. И я вот только успела залететь в комнату к ребенку, я его схватила с кровати, и стена прям вылетает. Несущие элементы должны быть идеально запилены, иначе они не обеспечивают пространственную жесткость конструкции. А на этом примере мы с вами видим, что даже укосины имеют огромные щели. Укосины – это диагональные элементы, которые призваны брать на себя ветровую нагрузку. И если они имеют щели, то дом начинает раскачиваться и со временем падает. Качественные запилы выглядят вот таким образом. В них нет щелей, потому что они изготавливаются на современном сверхточном оборудовании. Такие идеальные запилы можно выполнить только на заводе. Вручную это сделать невозможно. Но помимо этого нам понадобится клееный брус высокого качества с идеальной геометрией. И далее я расскажу, как правильно выбирать клееный брус. У нас часто спрашивают, чем мы склеиваем клееную древесину. Этот клей называется «Пурбонд» – изготовитель Швейцарии. То есть он прям берется из Швейцарии и доставляется сюда, в Россию. Причем знаете, в чем штука? Что этот клей «Пурбонд» – его очень часто пытаются копировать другие компании. То есть делают подделки. Очень важно, как отличить подделку. «Пурбонд» доставляется только в такой таре. Только таким образом, никак иначе. И только по тонне продается. То есть это только для крупных заводов, у которых большие объемы заказов. Если вы видите «Пурбонд» в маленьких каких-то тарах или в 200-литровых бочках, это не «Пурбонд». Это 100% информация. Плюс этого клея заключается в том, что он полностью экологически чистый. Он не содержит ни фенола, ни формальдегида. И на него есть сертификат экологичности по европейской стандартизации. То есть он подходит для того, чтобы изготавливать древесину клееную для европейских стран. И это очень важный момент. А подделывают «Пурбонд», потому что он очень дорогой. Просто это самый дорогой клей из всех, что есть на рынке. Намного проще использовать дешевый формальдегидный клей, но тогда продукция будет просто ядовитая. И поэтому, кстати говоря, клееный брус не может стоить дешево. Если клееный брус стоит дешево, нужно задать производителю всего несколько вопросов. Буквально три. Насколько досушена древесина, насколько она откалибрована, то есть вырезаны сучки. И каким клеем пользовались для изготовления клееного бруса. Шесть лет назад, когда я строил свой первый фарверковый дом, к сожалению, мне попалась некачественная древесина. Она была склеена некачественным клеем, и ламели были недосушены. На солнце ламели дали усадку, и брус начал расклеиваться. И слава богу, что мы это увидели, когда собирали первый этаж. Мы просто разобрали этот первый этаж и сдали древесину обратно. Это очень важный элемент производства, контроль качества, причем автоматизированный. Когда древесина приходит из сушильных камер, некоторые доски могут быть недосушены. А из недосушенной древесины нельзя склеивать клееный брус. Поэтому вся древесина грузится на этот конвейер. Данный элемент прижимает доску к иглам. Иглы прокалывают древесину на 2 см. Причем очень важно, прокалывать должны минимум на 20 см от края доски. То есть рядом с краем нельзя мерить древесину 20 см. Иглы прокалывают и подают информацию на монитор данного конвейера. Если древесина недосушенная, то на монитор идет сигнал тревога. И доска выбраковывается, уходит обратно в сушильную камеру. Если это не делать, а многие производства, к сожалению, не заморачиваются над качеством. Если это не делать, то со временем, после того, как вы уже соберете свой дом, свой домокомплект, он просто начнет усыхать и растрескиваться. Это отвратительно, вообще это ужасно. Я, к сожалению, несколько лет назад с таким сталкивался. После того, как древесина прошла проверку, ее отправляют на сортировку больших сучков. То есть большие сучки помечаются и вырезаются. Все обрезки с сучками идут на дрова, а из чистых ламелей склеивается клееный брус. После склейки он выстрагивается и получается готовый продукт. Ну а дальше сверхточная зарезка на хендегере. Рядом с основным производством завода хранятся домокомплекты, которые здесь будут храниться не более недели. Вот это недельный запас домокомплектов. И те домокомплекты, которые у нас наперед заказывают, которые у нас долго будут лежать, мы их храним на теплом складе. Вот так происходит сортировка. Вот здесь второй комплект Бергена, 160 на 200 балки. Здесь 100 на 200, 160 на 200. Тоже комплект номер 2. То есть вторая модификация дома. Сейчас попробую распаковать эту тару. Смотрите, какое качество среза. От него просто порезаться можно. Так пилит хендегер. Хотя и вот такое тоже бывает, когда фреза хендегера доходит до края, она немножко вырывает древесину. Это не критично. Есть одна маленькая фишка. Если вы приезжаете на производство клееного бруса контролировать качество, прямиком идите туда, где выбрасываются обрезки. То есть прямиком на мусорку. Потому что если завод производит некачественный клееный брус, то он свои мусорные запасы пытается скрыть. Потому что когда делается срез, мы видим, из чего состоит балка или брус. Есть ли косяки. Есть ли вот эти вот огромные сучки, которые должны вырезаться. Сучки, которые негативно влияют на конструктив балки. Вот здесь видно, что этого нет. Это первое. А есть еще вторая фишка, которую можно определить как раз-таки по срезу какого-нибудь, допустим, ненужного обрезка. Кольца не должны смотреть в одну сторону. То есть одно кольцо, допустим, посередине, второе в левую сторону смотрит, третье в правую, в правую, в левую, посередине, в левую, в левую, посередине, в правую. Почему желательно делать вот именно такую разнокалибровку? Потому что если, допустим, какую-то из этих ламелей поведет, то есть ее начнет выгибать, то все остальные ее будут держать. Но если вторую ламель поведет в ту же сторону, то всем остальным ламелькам будет сложнее держать. А если уже третью в ту же сторону поведет, то балку начнет выгибать. То есть даже клееный брус может иметь деформации. И это возможно избежать только в том случае, если у вас разнокалибровка при укладке ламелей идет. То есть волокна ламелей смотрят либо друг на друга, либо в разные стороны, либо некоторые посередине, только таким образом. А теперь самое главное. Есть четыре основных способа, при помощи которых мы можем определить качество клееной древесины. Первое. Это послойное скалывание. Второе. Это вдоль волокон скалывание. Третий способ. Термическое. А четвертый, самый простой. Это гидротермическое. Первые три способа, они очень сложные и замороченные. А четвертый, вы просто берете вот такой срезик, погружаете его, допустим, в ведро с водой, или в какую-либо другую емкость, если кастрюля большая есть. И просто варите. В некоторой литературе указано, 40 минут варить нужно, в некоторый час, в некоторое полтора. В общем, возьмите нечто среднее. Я думаю, что часа просто за глаза, для того, чтобы понять качество клееной древесины. Час варите в воде, затем вытаскиваете из воды, высушиваете в естественных условиях, не на солнце, а в естественных условиях в тенечке. И смотрите. Если брус расклеился, значит брус некачественный. Вот и все. Причем, очень важный момент, когда вы поварили брус, высушили его, он обязательно будет деформироваться, он обязательно будет покрываться трещинами, потому что это древесина, это живой материал, если его поварить, то с ним начнутся деформации. Но ключевой показатель качества заключается в том, что на шве, на самом шве, на месте склейки, не должно быть разрывов. Если там есть разрывы, значит клей некачественный. А если разрывы рядом, то есть древесину рвет, но только не на месте склейки, то это самый лучший клей. Давайте возьмем этот кусочек с собой и поварим его. Мы в Вологодской области и это еще один завод по производству клееного бруса, который обеспечивает наши заказы на домокомплекты. У нас несколько производств, потому что, ну, просто один завод не справится с таким количеством заказов. Здесь тоже самый крутой клееный брус, здесь тоже производственная линия Hyundai GER K2 и этот клееный брус склеен самым качественным клеем, но на всякий случай все нужно проверять. Поэтому для объективности эксперимента мы возьмем вот этот маленький срезик, он вот так вот выглядит, видите, мы его сразу узнаем среди всех срезов, что у нас будет. Так вот, мы его возьмем с собой и также поварим и посмотрим, не расклеится ли этот клей. Это европейский клей, он в тройке лидеров мировых по производству клея для клееного бруса и на него есть сертификат экологичности, у него эмиссия вредных веществ ниже, чем естественная эмиссия у древесины, так как древесина тоже имеет чуть-чуть формальдегида. Так вот, самое главное, этот завод мы искали полтора года, это просто. Мы для того, чтобы найти заводы по поставке нам качественного сырья, мы потратили полтора года своей жизни, потому что у нас просто позиция у бизнеса такая. Смотрите, в чем штука. Если у вас классный продукт и при этом у вас низкая цена, то у вас в любом случае будет много заказов, то есть у вас будет большой масштаб, но масштаб, он может сработать как в плюс, то есть привести вас к вашим мечтам, к большим деньгам и так далее, так и в минус. Масштаб вас может убить, если у вас низкое качество, поэтому самое главное, это акцентировать на качестве производимой продукции. Именно поэтому мы очень долго отбирали производство клееного бруса. Если этого не делать, то просто предприятие загнется. Именно поэтому на строительном рынке большое количество компаний, которые просто появляются, там полгода-год поработают, а потом загибаются, потому что они не акцентируют на качестве. Самое главное, это качество. Так вот, сложность заключается в том, что в России купить клееный брус крайне сложно. Звучит как бред. Мы весь мир снабжаем древесиной, но у нас купить хорошую, качественную древесину очень сложно. Если мне не верите, может быть, у вас есть знакомый, который занимается древесиной, поинтересуйтесь у него. Это просто, ну реально, как бред звучит, но это факт. Что касается ситуации с клееным брусом и с его качеством, на самом деле не только у нас в стране есть такие проблемы. Это Финляндия, район Лалка, дома для сдачи в аренду из клееного бруса. Посмотрите, какое качество. Он и расклеивается, и деформируется. Давайте я покажу, какие еще бывают косяки на клееном брусе, а что не является косяком. Давайте с вами разберемся, какой клееный брус соответствует техническим условиям, а какой не соответствует. Если на клееном брусе есть такие вот небольшие сучки, не гигантские уродские сучки, а вот такие небольшие сучки, то это нормально. Это первое. А второе. Когда идет фреза Хендейгера, как я уже говорил, она доходит до края, то она может вырывать края древесины. И с этим абсолютно ничего не поделаешь. И поэтому в некоторых местах могут присутствовать небольшие сколы. И скол, он тоже проходит по техническим условиям. То есть, когда мы с производством заключаем договор, у нас прям в договоре, в технических условиях прописано, что могут быть сколы. И они присутствуют, к сожалению. И это видно даже в нашем выставочном доме в Москве. Небольшие сколы. Но эти мелкие сколы попадаются нечасто. Они ни на что не влияют. И их легко заделать обычной шпатлевкой по дереву. Следующая особенность клееного бруса, которая проходит по техническим условиям, это небольшие трещины. Они встречаются нечасто, но все-таки без них никуда. Потому что древесина это живой материал. И она расширяется, сужается. Поэтому микротрещины могут быть. Но длина этих трещин не должна превышать 30 сантиметров. Так прописано в технических условиях. А ширина не должна превышать 0,5 миллиметра. На клееном брусе есть еще такое понятие, как смоляной карман. Это небольшие кармашки, в которых находится смола. И, кстати, из этих карманов может даже протекать смола. То есть в этом нет ничего страшного. Смоляные карманы проходят по техническим условиям. С ними просто ничего не сделать. Это особенность хвойной древесины. И последний, заключительный элемент. Это вот такие выфрезерованные сучки. Это плохой сучок, который фрезеруется, а на его место забивается чопик. Сажается на клей. Специальный чопик. Потом это все вышлифовывается. И получается такой вот вполне себе приемлемый внешний вид клееного бруса. А теперь давайте пробежимся по тем параметрам, которых не должно быть на настоящем качественном клееном брусе. Во-первых, это расклей. То есть, когда у вас ламели отслаиваются друг от друга. Во-вторых, больших трещин, особенно глубоких. В-третьих, абзола. Абзол это кора. Ее не должно быть на клееном брусе. Я много раз на строительных рынках встречал клееный брус с абзолом. Это полный провал. В-четвертых, на хорошем клееном брусе не должно быть огромных сучков. Большие сучки влияют негативно на конструктив балочной системы. Поэтому их должны дефектовать, вырезать, выкидывать. Ни в коем случае их не должно быть. Маленькие сучки или сучки среднего калибра это нормально. Но огромные сучки это просто категорически недопустимо. Мы в Московской области сейчас купим здесь клееный брус от местных производителей из Московской области. Это не очень авторитетные производители. Из такого клееного бруса строят, как правило, недорогие дома. Давайте возьмем один отрезок и попробуем поварить. У нас есть пароварка. Сейчас в ней закипает вода. И есть три вида бруса. Первый это тот, который мы взяли на нашем производстве в Московской области. Второй мы взяли на нашем производстве в Вологодской области. Третий я сегодня купил на строительном рынке опаринки Московской области. А четвертый сейчас привезут с моего любимого магазина Обе. Любимого, конечно же, в кавычках, потому что Обе продают ядовитые строительные материалы. Но об этом чуть позже. Мне только что написал в WhatsApp мой помощник, что он уже купил, отпилил брус и уже везет к нам. Пока мы будем варить этих трех ребят, нам привезут четвертого. Мне подвезли последний брусок. Он из магазина Обе. Я его специально подписал, потому что он очень похож на предыдущий, который со строительного рынка. Сейчас мы его поварим и посмотрим, что у нас получится. Итак, спустя две недели подводим итоги нашего исследования. Вот наши четыре брусочка и экспонат под номером один. Вот его ватерлиния. Это тот, который мы варили первым. Линия кипячения. Здесь мы видим в верхней части две маленькие трещинки. Они настолько незначительные, что их даже практически не видно. Давайте покрутим. Здесь есть маленькая трещинка. И вот здесь. Раз и два. Возможно, просто в той части, которую мы не варили, сюда пропиталась вода, и при сушке появились небольшие трещины на ламелях. Следующий подопытный. По бокам практически нет трещин. Есть только одна, и она достаточно большая. В верхней части также большое количество трещин. Но обратите внимание, нигде ни одна ламель не отслоилась. То есть клей держит просто идеально. И эта трещина нисколько не ослабевает конструктив, потому что треснула только одна ламель. А их здесь еще четыре штуки. И они все в совокупности дают устойчивость конструкции. Переходим к клееному брусу со строительного рынка. Во-первых, косяк в том, что он склеен всего из двух ламелей. Во-вторых, с обеих сторон ламель разошлась по швам. То есть она расклеилась. Итак, последний подопытный. Он выглядит примерно так же, как и брус со строительного рынка. То есть вот мы здесь видим расклей. Здесь пошла трещина внешняя, перешла внутрь, а дальше брус пошел расклеиваться по швам. Именно поэтому очень важно выбирать хороших, качественных производителей клееного бруса. Мы потратили на это полтора года. Полтора года жизни. Но, к сожалению, большинство строительных компаний не парятся по поводу качества. Они просто строят, как попало, и убегают с деньгами. То есть дом, построенный из такого некачественного бруса, у вас просто через год, через два, или через пять расклеится. А в общей сложности мы перебрали сорок два завода. То есть наши специалисты ездили на сорок два завода, брали пробы, брали образцы, изучали производство. И только так можно выбрать хороших, качественных производителей. В итоге сейчас у нас всего лишь два завода. Два из сорока двух. Представляете, какой низкий уровень качества у нас в России? Кто-то сейчас может подумать, зачем же вы показываете свои заводы, ведь на них могут выйти другие компании. Да, но какой смысл, если наши заводы под завязку забиты нашими заказами? Уже сейчас яблоку негде упасть, а количество заказов увеличивается с каждым месяцем. У нас изготовление домокомплектов полностью автоматизировано. И только так можно добиться действительно высокого качества. В Европе уже давно все строительные компании изготавливают домокомплекты на заводах. То есть никто ничего не изготавливает вручную на объектах. И в России тоже в скором времени перестроится весь рынок. Все компании разделятся на две основные категории. Те, кто делают хорошо, качественно в заводских условиях и все остальные. На оборудовании и материалах нельзя экономить. Только так возможно создать по-настоящему теплый и надежный дом.